Праздники – время веселья, пикников и застолий. В это время мы забываем про фигуру и стремимся съесть все самое вкусное, жирное и вредное. Но, как говорится, пять минут во рту – всю жизнь Натальи. И уже после праздников многие из нас надевают свою любимую одежду и к своему огорчению констатируют ненужную трансформацию фигуры. Поэтому вопрос, как похудеть после праздников, становится весьма актуальным. Об этом сегодня и спросим у гостей фестиваля шашлыка. Мы настолько к этому не придет относимся, что мы едим сколько хотим и у нас не прилипает. Все на спорт, на все остальное. А мы вот в удовольствии надо просто кушать, тогда не будет набирать лишнего веса. Занятием спортов и диеты. Сразу есть поменьше, только самое вкусное и потом сразу к тем ребятам прыгать на тех синих мячиках. Физические нагрузки в велосипеды. Вот с детьми на набережную маленькую сажаем в кресло и катаемся. Три раза в неделю. Когда у тебя муж тренер, в этом нет проблем. Спорт, тренировки, семейный подряд у нас. Вот сын, муж. У нас фитнес-центр, поэтому нам ничего не грозит. Мы сегодня немножко себе позволили, а потом в два раза сбросим. Утром спортом заниматься, гимнастикой. Холодный душ, бодриться. И отлично себя чувствуешь. Но главное ограничить, наверное, углеводы. А шашлыки – это белки, поэтому все хорошо. Для того, чтобы не набрать лишний вес, ну это, наверное, не про меня. Нужно есть нормальные продукты, хорошо приготовленные, с душой и с хорошим настроением. Да, все просто. Активнее просто жить и все. Так, ну что мы? Ну, после такого, конечно, обильного количества мяса, ну, ограничиваем себя потом в нем, в этом же мясе, в хлебе и во всем остальном. Мне дети не дают запирать килограмм. Семьи, сбрасывая. Поесть жители нашего города любят. А вот и связать себя диетами получается с трудом. Да может и не нужно, ведь хорошего человека должно быть много. Самое главное – будьте собой и пусть окружающие любят вас такими, какие вы есть. На сегодня это все. Смотрите наши опросы в утреннем шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24».